Продолжаем информбюро. Только семеро из десяти казахстанцев работают по специальности. Таковы данные портала Рэнкинг.езет. Нам стало интересно, почему так получается. И мы решили провести свой опрос. Но у нас цифры оказались другими, еще более тревожными. Так почему диплом оказывается бесполезным в жизни документом? Узнавала Индира Кокимова. Вадиму Антипину пришлось получить три диплома, чтобы реализоваться. По первому образованию он биолог, по второму специалист в сфере информационных систем. И только третья специализация – химико-органика – стала его профессией. Зарплата учителя или младшего научного сотрудника, она ничтожно мала. И потом были закрыты всякие опытные поля, научные станции, они были закрыты. И пришлось переучиваться, и моя специальность стала невостребованной. Как и Вадим, множеству казахстанцев пришлось после университета осваивать другую специальность. Это доказал простой опрос на улице. Все люди хотят, чтобы врач, выпускавшийся, должен иметь сразу 10 лет опыта, потому что это ответственная профессия. Не имея этого, он не может устроиться в нормальную клинику. Я работаю не по специальности, я вообще педагог. А потому что во время перестройки все развалилось, и пришлось идти работать на завод. Если по данным ранкинг КИЗ, семерым из десяти реализоваться помог диплом, то согласно опросу нашей редакции на ютубе, напротив, лишь 26% из 1100 опрошенных пригодился диплом. Больше половины просто не смогли устроиться. 8% заявили, что разочаровались в выборе, 37% не устроила оплата труда. В рекрутинговом агентстве считают, что диплом сегодня вообще не более, чем аксессуар. В цене опыт и результаты работы. У нас не ценится высшее образование. Это корочка, которую человеку просто надо иметь. На сегодняшний день наиболее востребованы инженерно-технические кадры, а также специалисты сельского хозяйства и пищевой промышленности. Однако запросы рынка труда постоянно меняются. Индира Какимова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.